здравствуйте друзья это канал king drive и в сегодняшнем выпуске вы узнаете об очередном творении великого и ужасного хеннесси и по совместительству еще одного претендента название быстрейшего гиперкара современности это хеннесси веном f5 новое творение одного из самых знаменитых американских ателье действительно поражает своими возможностями ядром гиперкара выступает карбоновый монокок весом всего 86 килограммов из этого же материала созданы и внешние кузовные панели а также само шасси имеющие сложное уникальное плетение нитей углеродного волокна что придает конструкции дополнительную жесткость и в то же время легкость в целом на разработку и создание кузова ушло около трех лет а его сухой вес составляет всего одну тысячу триста шестьдесят килограммов сам же кузов соединен с алюминиевым подрамником на котором располагается сделанная на заказ уникальная 6 и 6 литровая v-образная восьмерка с двойным турбонадувом расположенная посреди гиперкара весом в двести восемьдесят девять килограммов этот монстр оснащается новым чугунным блоком и алюминиевыми головками цилиндров а коленчатый вал поршни клапаны и шатуны изготовлены с применением алюминия титана и энканеля каждый двигатель собирается вручную и способен развить одну тысячу восемьсот семнадцать сил при восьми тысячах оборотов в минуту и одну тысячу шестьсот семнадцать ньютон-метров момента при пяти тысячах оборотов в минуту а это значит что с одного литра инженером хеннесси удалось снять двести семьдесят семь лошадиных сил то есть теоретически из двух литров можно снять пятьсот пятьдесят четыре силы а на один килограмм веса автомобиля приходится одна целая и тридцать четыре сотых лошадиной силы вся эта мощь передается исключительно на задние колеса через сделанную на заказ семиступенчатую автоматическую коробку передач с одним сцеплением ну а теперь самое интересное динамические характеристики всего за две целых и шесть десятых секунды гиперкар способен набрать первую сотню две первых сотни двухдверка проходит за впечатляющие четыре целых и семь десятых секунды и это далеко не предел ведь 0 300 автомобиль проходит за восемь целых и четыре десятых секунды а отметку в 400 километров в час стрелка спидометра преодолевает за 15 с половиной секунд не в последнюю очередь за это стоит сказать спасибо аэродинамики кузова коэффициент лобового сопротивления гиперкара составляет 0 39 это далеко не рекордный показатель но как заявляют инженеры это правильный баланс между устойчивостью и скоростью для лучшей управляемости гиперкара оснащается спереди и сзади независимой двухрычажной подвеской с регулируемыми амортизаторами также используются разноразмерные колеса спереди 19 сзади 20 обутые в резину michelin пилот спорт кап 2 и карбон керамические тормоза в салоне никаких излишеств используется огромное количество карбона и кожи а также два экрана один на 7 дюймов а второй мультимедийный на 9 дюймов в компании заверяют что максимальная скорость гиперкара превысит отметку в 500 километров в час и собираются это доказать в ближайшее время на взлетно-посадочной полосе в космическом центре кеннеди наса также будут приглашены независимые сми всего в компании планирует выпустить 24 таких автомобиля стоимостью 2,1 миллиона долларов за один экземпляр что ж друзья а у меня на сегодня все подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые ролики а также не забывайте нажимать на колокольчик и переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к нам в инстаграме всем удачи пока у нас еще все все